Музыка Ячейку запрещенную в России террористической организацией Хизба Ут-Тахрир накрыла в Ростове ФСБ. Задержаны 13 граждан стран Центральной Азии, причем управляли им эмиссара на Украине. Целью задержанных были распространение террористической идеологии и вербовка жителей России из местных мусульман и трудовых мигрантов. Один из задержанных признался, что уже привлекался к ответственности по такому же делу. Сидели раньше? Раньше. Сколько лет? За что? За участие в какой организации? Вот это Хизба Ут-Тахрир. Как еще раз? Хизба Ут-Тахрир. В ходе обыска изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются. Два человека пострадали после столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком, стоявшим на обочине. Случилось это сегодня утром в Матвеево-Курганском районе на трассе Таганрог-Авила-Успенка. Удар был такой силы, что передняя часть автобуса разбилась полностью. Из семи его пассажиров пострадали двое и госпитализировали. Петровские ассамблеи открылись в Ростове. Передвижной Всероссийский фестиваль искусств посвящен 350-летию со дня рождения Петра Первого. От сели вижу я, не напрасны были труды мои, а поколениям нашим надлежит славу и богатство Отечества беречь и множить. Петр Первый основал Таганрог. В конце 17 века взял турецкий Азов. А при возведении Старочеркасского Вознесенского собора присылал мастеров и колокол. И по преданию участвовал в закладке камней в алтарь. Для жителей Ростовской области Петр Первый не просто историческая фигура, но живая деятельная сила. На Донской земле наставил заметный след. Здесь начинался долгий путь его преобразований, ковалась победа русского оружия. На свежем воздухе, как и повелевал Петр, живая музыка, костюмированные представления от артистов театра Горького, музыкального театра и самодеятельных коллективов. А еще ярмарочный квартал Петровской эпохи, где можно посмотреть и приобрести работы кузнецов, гончаров, мастеров по дереву и плетения лозы. Артисты Малого театра показали в Ростове спектакль Петр Первый по пьесе Мережковского «Царевич Алексей». Отношения отца и сына, их конфликт – это не только противостояние непонимающих друг друга людей. Царь должен сделать выбор, кто будет после него на престоле. И тут нет права на ошибку. Мы забываем сейчас, какая была эпоха, какая жесткая была эпоха. С предателями расправлялись очень просто. Голову на плаху и все. Тут еще следствие вели, пытались разобраться, как, что. И Петр до конца пытался найти хоть какое-то оправдание для того, чтобы спасти сына, хотя бы в монастырь отправить, чтобы его не уничтожать. Он стоит перед выбором. Или Россия, или страна, или то, что он строил, чтобы это сохранить, осталось, и чтобы был человек, который мог бы эту историю двигать дальше. Или, если бы преобладали отцовские чувства, то он должен был пожертвовать страной. Вот такой выбор. Наверное, в этом Мережковский, оригинальным, что ли, так скажем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова